С его именем связаны знаковые проекты, изменившие музыкальную жизнь регионов. В 2022 году выдающемуся военному дирижеру, музыканту и композитору Валерию Халилову исполнилось бы 70 лет. Напомним, генерал-лейтенанты, артисты ансамбля Российской армии имени Александрова, которым он руководил, погибли в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года. Сегодня концерты в памяти о Валерии Халилове проходят в Японии, Белоруссии, в 40 городах России, в том числе в Белгороде. Что связывало наш регион с легендарным дирижером и музыкантом, в следующем сюжете расскажет Екатерина Ковалева. 2015 год. На площади областного центра главный военный дирижер России Валерий Халилов. Благодаря ему в Белгороде и Старомосколе проходит парад духовых оркестров страны. Тогда к нам впервые приехали участники из разных регионов. Посчастливилось работать с маэстро как профессионалом, так и самодеятельным коллективом. Мэтр ценил самодачу музыкантов. Работать приятно, потому что люди с радостью и с желанием делают эту свою работу. Он делал все, чтобы возродить культуру духовых оркестров. Ему было важно развивать в России фестивальное движение. Валерия Халилова связывала дружбу с нашим регионом и годы сотрудничества с Белгородской филармонией. В 2016-м, в годовщину танкового сражения на Прохоровском поле, он даже дирижировал ее сводным оркестром. Были совместные планы и проекты. Но в декабре того же года генерал-лейтенант скоропостижно ушел из жизни, попав в авиакатастрофу. Наш оркестр, филармония, и я лично, и наши дирижеры, артисты были в очень тесных, дружеских, творческих отношениях с замечательным человеком, с Валерием Михайловичем Халиловым. Он очень много делал всегда при жизни. И его имя продолжает работать на развитие духовой музыки в Российской Федерации. В 2022-м году Валерию Халилову исполнилось бы 70 лет. В память о легендарном человеке Белгородская государственная филармония присоединилась к международному музыкальному фестивалю навечно в строю с оркестром. Валерий Халилов был не только дирижером, но и композитором. Его сочинения прозвучали в исполнении концертного оркестра духовых инструментов под управлением дирижера Дмитрия Артемова и главного дирижера Юрия Меркулова. От марши до лирики, от джаза до эстрады. Для духового оркестра он писал разножанровую музыку. И белгородские исполнители играют ее уже не первый год. Музыка Халилова, она действительно какая-то другая, она какая-то новая, не поддельная. Они интересные мелодикой, они интересные внутренним содержанием. И поэтому некоторые произведения, в основном песни, прочно вошли в наш репертуар. Во многих городах России эти песни знают и поют. Солисты признаются, его сочинения никого не оставляют равнодушным. Каждая песня отзывалась в сердце. Порой, конечно, накрывали воспоминания, нахлынували воспоминания об этом замечательном человеке. А первой встречей с ним свет этого замечательного человека останется в сердцах многих людей. Музыка Валерия Халилова сегодня звучит в разных регионах России и зарубежья. Память о нем вдохновляет и помогает продолжить то, что в свое время начал композитор и главный военный дирижер страны. Екатерина Ковалева, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорье. АПЛОДИСМЕНТЫ